Я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, что мы можем иметь хоть и такое непривычное для нас общение. Я хотел бы сегодня вместе с вами продолжить наше рассуждение о благости Господней. Постараюсь кратко напомнить о том, каковы были наши рассуждения в прошлый раз. Мы говорили о том, что благость – это сущность нашего Господа. Господь всегда желал, чтобы люди к Нему стремились, чтобы они к Нему приближались. Это Божье желание, которое Он выражает для нас на страницах Священного Писания. И Господь хочет, чтобы мы знали Его сущность, потому что, приближаясь к Нему, мы приближаемся к Его святости и одновременно ощущаем свою греховность. Приближаясь к Нему, мы понимаем и ощущаем ту любовь, которую Господь возлюбил нас. Приближаясь к Нему, мы, конечно же, постигаем многое того, что характерно для нашего Господа, узнаем Его лучше. В том числе, приближаясь к Нему, друзья, мы и познаем Его благость. Никто не благ, как только Бог. Об этом мы сами рассуждали в прошлый раз и говорили о том, что намерения Божьи о нас мы не всегда или почти никогда не способны понимать заранее. Но намерения Божьи через время, которое пройдено, через то, что постигало нас в жизни, испытания, которые нам приходилось переносить, становились для нас ясным, понятным и очень часто очень удивительным. Сегодня я хотел бы продолжить наше рассуждение о благости Божьей. С чего бы я хотел начать? Я хотел бы поприветствовать вас всех словами апостола Петра. В прошлый раз было приветствие словами апостола Иакова, пресвитера Иерусалимской церкви. Сегодня приветствие словами Петра. Второе Петра, первая глава, с первого по третий текст. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Первый текст, принявшим равнодрагоценную веру. Мы об этом рассуждали недавно совсем, не буду на этом останавливаться, почему наша вера такая же драгоценная, как и вера Петра, как и вера других апостолов, как и вера женщин, которые последовали за Иисусом Христом, как и вера других наших братьев. Второй текст, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа». Вот здесь как раз говорится о том, что я вначале сказал, умножение благодати и мира происходит тогда, когда мы стремимся знать нашего Господа. Благодать и мир, я прошу это запомнить. Третий текст, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Здесь говорится опять-таки о познании призвавшего нас славою и благостью. Оброшу обратить внимание на то, что здесь тоже говорится о познании нашего Господа и что Господь призвал нас славою и благостью. Как это происходит? Но вначале хотел бы обратить наше внимание на то, что все послания апостола Павла так же равно, как и послания апостола Петра, начинаются с приветствия, которым Павел желает всем благодать и мир. За исключением одного послания – послания к евреям. Но и все послания апостола Павла уже без исключения заканчиваются тоже пожеланием или благословением, благодатью. Это очень важно. Итак, почему важно и почему я просил бы отдельно обратить внимание на благодать и мир? В моем понимании благость Божия рождается от Божьей любви. Божья любовь, другими словами, производит, рождает Божью благость. А Божья благость, дорогие друзья, для нас проявляется в Его милосердии. Или это последствия. Если источник для благости – это любовь, то последствия благости Божьей или результат благости Божьей – это мир, это милосердие, это Его милость, это долготерпение, это даже Его кротость. Для меня это удивительно. Бог кроткий и кротостью Своей тоже призывает нас. Это Его благодать, это Его щедрость. Поэтому, когда мы познаем благость Господню, начинаем благость Господню понимать, дорогие друзья, этим Господь нас призывает. Прочитаем. Послание к Римлянам, 2 глава, текст 4. «Пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Итак, благости богатства. Чем характерна благость Божия? Я только что перечислял, но здесь я бы хотел обратить внимание на то, что апостол Павел вторит Петру, или наоборот, Петр вторит Павлу, что благость ведет нас к Господу. У Петра мы прочитали, что он призвал нас славою и благостью. А здесь, в послании Павла, мы читаем, что благость Божия ведет нас к покаянию. Итак, благость – это та сторона Божьей сущности, которая для нас очень важна. И я думаю, что это просто необходимо нам знать благость Божью, потому что таким образом мы можем приблизиться к пониманию сущности нашего Господа. Хотел бы отметить, что благость Божия может быть, в моем понимании, дифферентной, а может быть для всех общей или фундаментальной. В прошлый раз мы говорили о благости Божьей как о дифферентной, то есть дифферентной, то есть различное для каждого. У каждого из нас свой жизненный путь. У каждого из нас разное познание благости Господней. У каждого из нас разная оценка того, что в нашей жизни происходило. Потому что у каждого из нас были разные обстоятельства, разные искушения, разные испытания, разные трудности в жизни, разные страдания, которые мы перенесли. У каждого из нас все по-разному. И когда мы познаем благость Божью непосредственно в отношении самого себя как личности, тогда эта благость Божья, она характерна только для нас. В прошлый раз мы с вами останавливались довольно-таки подробно на примере Иосифа. Это благость, которую он познал. Это была благость Божья, которая распространилась на его и касалась его братьев и его семьи. И сегодня же я хотел бы остановиться на благость, которую познали люди в отношении каждой сам себя. Я думаю, что мы же Божьи всегда понимали благость Божья для них. Не всегда для нас все понятно. Я так для сравнения прочитаю о Давиде. 56-й Псалом, 1-й, 2-й текст. Начальнику хора, не погуби, писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Божий, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Да, проходит время. Псалом 15-й, 6-й текст. Слова Давида. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Разное положение у Давида. И когда он смотрит назад, я в прошлый раз об этом говорил, когда мы оглядываемся назад на нашу жизнь, мы уже тогда, после, как постфактум, мы способны понимать, что с нами происходило раньше. И вот теперь одна позиция Давида, когда он находится в пещере, в которой скрывается со своими родными, со своими друзьями, которые были преданы ему в пещере Адаламской, и теперь совершенно другой Давид. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Я думаю, когда он находился в пещере, он не ощущал, что это прекрасно. Потом это уразумел. Хочу прочитать за Моисея. Буду читать из книги «Исход» в начале, 32 глава, 19 текст. «Когда же он приблизился к Стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». Мы до конца не можем понимать и осознавать место Моисея, вернее, переживание Моисея, потому что мы не можем встать на его место. Мы не представляем то смятение души, мы не представляем, в каком состоянии в тот момент он находился пред Богом. Нам это достается в жизни, бывает такое, особо у служителей, конечно, но это не то переживание, которое тогда постигло Давида, прошу прощения, Моисея. Прошло время. Господь дает повеление Моисею подняться на гору. Когда-то он поднимался на гору Синай и когда-то он там получил скрижали завета от Господа, которые теперь он разбил у подножия горы. Это было одно настроение наверху, другое настроение внизу, потом много-много трудностей, еще и переживания, и заканчивается жизненный путь Моисея. И 34-я глава книги Второзакония, текст 1. И взошел Моисей с равнин Моавицких на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаат до самого Дана. Довел. Все-таки довел. Одно его состояние у подножия горы Синай, где были разбиты скрижали, и другое его состояние, когда он должен отойти к Господу, когда он совершил порученное ему, совершенно другое. Теперь, находясь на вершине горы Нева, я думаю, по-другому смотрел Давид на призыв, который он получал от Господа у неопалимой купины. И вся жизнь его, и весь путь, которым он прошел, теперь на него он смотрел совершенно по-другому. Он довел, и он теперь видел эту землю обетованную, пусть туда и не вступил, но он исполнил Божье поручение, он выполнил свою миссию, и он по-другому смотрел на все, что было в его жизни, в жизни народа Божия, и по-другому теперь понимал благость Божию. Ну, про Иова, давайте остановимся немного. Иова, 2 глава, 8 текст. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». До этого написано, разорвал одежды свои, остриг волосы свои, вышел за пределы своего дома и, наверное, своего селения, сел в пепел. У него был один вопрос. Почему? Вы знаете, самое, что меня удивляет в книге Иова, вот удивительное понимание даже до страданий Иовом Бога и во время страданий. Иов не просил, чтобы Бог избавил его от этой болезни. Иов не просил, чтобы Бог дал ему облегчение. Самый главный и основной вопрос, который был Иова, Господи, почему? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему ты мне не отвечаешь? Да. Про Иова как-то, знаете, трудно мне всегда говорить и трудно до конца его понимать. И хотел бы прочитать 42 главу, последнюю, текст 10. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Удивительно. Полное оправдание Иова. Как вы думаете, он ощущал благость Божию теперь? Но хотел бы на таком еще немного неординарном случае остановиться. Маленько вспомнить Аарона. Страшный случай из жизни Аарона. Левит 10 глава 6-7 текст. Аарону же, и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом израилев, могут плакать, а сожженных которых сожжет Господь. Надав и Авиуд, были истреблены Богом, сожжены огнем. А отец их не имел права скорбеть. Скорбеть публично, выразить свою скорбь. Что это произошло в жизни этого человека, который был первым первосвященником в народе Божьем? И из дверей скинь и собрание дальше, не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. И сделали послову Моисея. Он не мог участвовать в этом шествии погребения своих старших сыновей. Не знаю, чем было наполнено сердце Аарона в этот момент. Скорбь? Да. Но, как показывает Писание, его смирение с решением Божьим, с Божьим судом, должно оказаться было выше, чем скорбь. Я думаю, у Аарона тоже были свои вопросы к Господу. Но думаю, что Аарон по-другому теперь смотрел назад и нисколько не сомневался, что его следующие два сына, которые заменят Надава и Авиуда, будут Господу служить верно. Я думаю, что теперь он в этом был уверен. Давайте прочитаем тексты, когда совершается следующее. Число 20 глава с 25 текста. Возьми Аарона, брата твоего, и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор пред всем обществом. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И там было совершено это действо. Одежды отца стали достоянием его третьего сына. Я думаю, что теперь Аарон был уверен, что служение его сына будет верным Господу, в отличие от его братьев. Я думаю, что теперь Аарон по-другому смотрел на тот путь, который он прошел, и на все события, которые случились в его жизни. И на те обстоятельства, которые ему пришлось пережить. Это, я бы сказал, различная благость Божия к людям в зависимости от их жизненного пути, от того, что с ними происходит, что у них случилось. А сейчас бы я хотел говорить о том, что для нас есть общее в благости Божьей. Что в благости Божьей для христиан теперь, христиан Нового Завета, общее. Мы с вами обратимся к посланию апостола Павла к римлянам. Буду читать из пятой главы. Буду читать с восьмого текста по одиннадцатый включительно. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего и Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вот до этого текста первая часть пятой главы послания к римлянам, она вся очень интересна. Но к этому я вернусь, однако, в конце. Сейчас я хотел бы особенно обратить наше внимание на два текста, даже из прочитанных, только на два. Десятый и одиннадцатый тексты. Благость Божия, которая фундаментально выразилась для нас в этих текстах, которая характерна для всех нас, которые мы все получаем, она кратко заключается в этих текстах. И здесь, я бы сказал, есть таких три момента. Ну, я бы их назвал так. Момент прошедший, момент настоящий и момент будущий, который открывает нам будущность. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Вы знаете, невероятный текст. Удивительный текст. Текст, который до конца осознать невозможно. Который просто не помещается в наш с вами разум. Вот, как-то знаете, он настолько здесь противопоставление, против человеческой логики, он просто разрушает все человеческие законы. Он разрушает, как бы, наши человеческие отношения, показывает нам разницу между нами и Богом. Между тем, что такая есть настоящая истинная Божия любовь и любовь человеческая. Смотрите, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Очень трудно объяснимо. Я, чтобы больше нам было понятно, хочу привести один пример. Пример такой очень редкий. Я его сам трудно воспринимаю. Я понимаю, что вот я так не могу любить, я так не могу примириться. Как это может сделать Господь? Но я хочу к этому стремиться. И давайте к этому стремиться вместе с нами. Однажды, будучи во Владивостоке, посетил служение. И вот в проповеди я привел этот пример, который хочу привести сейчас. После того, когда я закончил проповедь, вообще после служения, ко мне подошли некоторые братья и меня спросили, а ты откуда взял этот пример? Где этот пример написан? Мы хотим знать. Поэтому через время, когда я снова приехал в эту церковь, то моя проповедь началась с того, братья, этот пример написан там и там. Сегодня я хотел бы прочитать, о чем же этот пример или событие, которые произошли. После войны в 1948 году в Корее произошло одно удивительное событие, которое позднее стало известно всему миру. Время было очень тревожное. Пастор Азон жил с семьей в городке Зунхун, который осенью того года перешел на короткое время в руки партизан-коммунистов. Они в спешном порядке расстреливали руководителей города и полицейских. Кроме этого, особую ненависть коммунисты испытывали в христианской религии. Двое сыновей пастора Зона пострадали за свою веру. Сначала убили старшего сына пастора, предварительно завязав ему глаза, а затем и младшего, так как он захотел разделить участь своего брата. Причем разъяренные его поступком коммунистические вожаки орали, убейте его. Через неделю город освободили правительственные войска и начались поиски лиц, участвующих в перевороте. Среди задержанных оказался причастный к расстрелу братьев. Ему грозил смертный приговор. Пастор Азон узнал о суде над убийцей своих сыновей. Что он должен был чувствовать в этой ситуации? Отец погибших. Если бы он имел возможность сам покарать убийцу, то это было бы воспринято как акт мести. Приведение в исполнение смертного приговора правительственными войсками явилось бы актом справедливого возмездия. Возможен еще один вариант решения вопроса. Пастор мог просить о замене смертной казни длительным сроком заключения. И это воспринялось бы всеми как проявление милосердия. Но пастор Азон поступил совсем иначе. Он послал свою 13-летнюю дочь Рахель туда, где должны были казнить убийцу его детей. Девочка очень спешила и успела до начала казни передать просьбу отца, которая всех потрясла. «Мой отец просит, чтобы человека, повинного в смерти моих братьев...» Здесь ее голос задрожал. Не убивали и не избивали. Она не могла говорить дальше, так как слезы душили ее. Потом продолжила. А отец еще просил разрешить ему усыновить убийцу его детей. Просьбу решили удовлетворить. Убийца Хай Сун был усыновлен и стал членом семьи пастора. Такой невероятный случай действительно был. Он потряс всех, показав, как высоко может подниматься человек и прощать содеянно. Это была милость. Не дешевая распродажа, не бросовый товар, а бесценный подарок убийце, который заслуживал иного. Подобный шанс Бог предлагает любому человеку. Отдавая или не отдавая себе отчета, мы все повинны в смерти Божьего Сына Иисуса Христа. Это Его за наши грехи казнели на Голгофе. И теперь Бог может нас усыновить, принять Свою семью и предоставить наследство. Это непостижимая милость Божия. Друзья, не укладывается. Для меня в данном моем духовном состоянии должен честно признаться это трудно. И не понимаю. Но зато вот этот случай, описанный в книге христианского писателя Вольга Га Бюне книга «Если Бог действительно есть» помогает мне понять этот текст Священного Писания. Он понимает мне вот так с человеческой стороны теперь больше осознать, как это может быть и насколько сильно Божия любовь через Божью благовесть, благость, через Божье милосердие, долготерпение, милость, через Божию кротость, потому что кротость Божия ведет нас к покаянию. Здесь действительно проявляется кротость Божия, когда сын его умирает на Голгофе, а он никак за это не мстит и не наказывает людей. Нет никакого воздаяния. Есть только прощение и милость, милосердие, долготерпение. Вот так смертью Божьего Сына мы примирились. Но вы знаете, благодаря этому примеру я понял не только прошедшее или прошлое мгновение, когда Бог меня простил. Я понял и другой текст Священного Писания глубже. Десятый текст. Ибо если будучи врагами мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись спасемся жизнью Его. Интересный текст. Тем более. Вы вдумайтесь. Дорогие друзья, тем более. Здесь написано тем более. то есть это еще больше. Чем будучи врагами мы примирились с смертью, дальше идет еще больше. Что больше? Мы спасаемся Его жизнью. Сегодня Царство Божие есть внутри нас. Сегодня мы можем без завесы напрямую путем новым и живым идти к нашему Господу. Сегодня мы можем молиться и Он нас слышит. Сегодня мы можем читая Священное Писание погружаться, тонуть в Его благости. Сегодня, дорогие друзья, по любым вопросам нашей жизни мы имеем право, имеем дерзновение, как пишет апостол, обращаться к Нему. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, восклицает Иоанн, видимо, уразумев это, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это все сегодня, это настоящее. И здесь апостол Павел говорит, это еще больше, он это ощутил на себе, он это осознал в своем разуме, это еще больше, чем предыдущее. Вот в этом примере процесс усыновления, избавления от казни, и он, пастор, усыновляет своего врага. Вы знаете, это подтверждение прощения, это яркое подтверждение мира, как его приблизить к себе, как его принять в свой дом. И вот вы знаете, здесь о чем говорится, почему написано так, еще тем более, потому что Бог принял нас в свою семью. Потому что сегодня, примирившись смертью его сына, Бог называет нас своими сыновьями. Не просто называет. Апостол Иоанн здесь оставляет нас без сомнения, не просто называет, но говорит называться и быть. По факту, приняв дух Христов, мы переродились. И имея внутри дух Христов, мы сроднились с Богом, не по крови, но по духу. Наша вечная сущность, наша вечная душа соединилась с Господом, и мы стали, можно так выразиться, единосущными с Ним. Мы стали детьми Его. Он нас принял в свою божественную семью. Это более того, или тем более. Спасаемся в нашей жизни земной, теперь всегда с нами Господь. Дорогие друзья, это великая благость Божия. Итак, прошедшие примирились с смертью сына. Настоящие спасаемся жизнью его, стали членами его семьи. Третье, и недовольность его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Так, неужели мало? Что здесь написано? Апостол Павел говорит, это еще не все. Он говорит, здесь еще больше. Этого недовольно. То есть, как? Да я это не могу охватить, я это не могу осознать. и недовольность его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Получили ныне примирение. Да, человеческим разумом понять это очень сложно. Я думаю, сложно для всех людей, сложно для нас. Почему сложно? Прочитаю Филиппийцам 4 глава 7 текст. Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Как это случилось, что Бог с нами заключил такой мир, что будучи врагами, мы примирились через смерть Его Сына, примирившись, стали членами Его семьи, стали Его детьми, и при этом апостол Павел здесь пишет, что мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Мы получили это примирение. А в другом послании филипийца мы прочитали, апостол пишет так, что мир Божий, который превыше ума человеческого. Вы знаете, это превыше нашего разумения, это выше нашего понимания, это выше наших умственных способностей. Если как-то люди могут Божью любовь еще охватить и понять. Но можно простить из-за любви, но примириться и принять к себе и слиться в одной семье, это уж чересчур. Послание Эфициана, 3 глава, 19 текст. Здесь говорится так, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам всем исполнится всею полнотой Божией. А вот любовь, она превосходит разумение, но видимо потому, что здесь еще участвуют отношения, то есть чувства, любовь превосходит разумение. Апостол Павел говорит, ее надо познать. Дорогие друзья, нам нужно познать любовь Божию, которая превосходит наше разумение. Эту любовь мы понимаем через наши чувства. Эту любовь мы понимаем Духом нашим, который соединен с Духом Христовым. Мы должны в нее проникнуть и должны ее познать. Я еще из этой пятой главы в поддержку или для более полного понимания 11 текста прочитаю первые тексты. Итак, первые два. оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Интересный текст. здесь говорится о надежде и говорится о том, что мы хвалимся. В один 12 тексте мы прочитали недовольность всего, но мы еще и хвалимся, Богом хвалимся, через Господа нашего. Так, а о чем же мы хвалимся? мы хвалимся, апостол Павел пишет здесь во втором тексте, надеждой славы Божьей. Заканчивая третью главу этого послания к римлянам, апостол Павел написал римлянам 3.23 Все согрешили и лишены славы Божьей. Это был итог третьей главы. Четвертая глава провозглашает то, дорогие друзья, что к Богу можно вернуться посредством веры. Пятая глава говорит о том, что у нас есть доступ, доступ к благодати, в которой стоим, в которой и хвалимся надеждой славы Божьей. Оказывается то, что потерял наш праотец Адам, что не получилось вернуть ранее никому теперь христиане стоят и хвалятся надеждой славы Божьей. Поскольку мы Божьи сыны, мы будем подобны Ему, пишет апостол Павел, подобны Христу, чтобы Он был первородным между многими братьями. Иоанн пишет, что мы станем подобны Ему, когда увидим Его, как Он есть. Но в чем же мы станем подобны Ему? Господь даст нам от Своей славы. К этому надо стремиться. Это будущее. Это великое будущее. И вот здесь, дорогие друзья, апостол Павел показывает нам глубину благости Божьей, источником которой является Его любовь. Будучи врагами, примирились с смертью Сына Его, спасаемся жизнью Его, получили усыновление и надеемся получить славу Божию. Удивительно. Аминь. В конце хотел бы сказать, что в пятой главе том отрывки с первого по одиннадцатый текст, о котором мы сегодня немного порассуждали, многократно упоминается о любви, надежде и вере. В следующий раз хотел бы побеседовать о различиях между верой и надеждой. Спасибо. Спасибо.